Приветствую вас. Объективно на это влияют множество факторов, таких как воспитание семьи, общее благосостояние человека, состояние среды, в которой человек растет, ценностная культура, ценностный ориентир человека и общества, и жизненный смысл людей. Жестокость в людях появляется именно по этой причине, точнее по причине низкой степени тех аспектов, которые я назвал, по причине низкой степени развитости, тех аспектов, которые я озвучил. Вот. Как бы, есть люди, которые изначально предположены к жестокости? Спросите вы. Нет. Никакого дьявола нет, тем более. То есть, ну, серьезная идея про то, что дьявол стреляет и руководит. Нет. Нет. Вообще немного странно, вы обращаетесь к психологам, но говорить, говорите про дьявола. Вот. Жестокость это садист. Нужно понимать, что садисты, это определенный тип людей, это определенный тип патологически развитых, в психологической точки зрения, людей, у которых есть одна большая проблема. Они не чувствуют своих эмоций, они не чувствуют эмоций других людей. Но не как психопат, да, не как психопат, который вообще ничего не чувствует и не испытывает, например, ничего в этом. А скорее как голодающие. Как голодающие и как люди, которые когда-то чувствовали, а теперь перестали. И вот садист в общем своем проявлении, он возникает отсюда. Вот. Что касается жестокости, что касается ожесточенности, то ожесточенность в людях раздается в результате жестких условиях. И патологической адаптации к окружающему миру, к окружающей среде. Так что все здесь вполне себе закономерно, все здесь вполне себе логично. Вот. У всего этого есть своя, хоть и печально, причинно-следственная связь. Вот. И, в общем-то, каждый отдельный случай такого рода нужно рассматривать индивидуально для того, чтобы ответить вам на вопрос. Вот. В общем, я ответил. В частности, каждый отдельный случай рассматривается уникально. Вот. Вы просто вот посмотрите любые, любую историю, да, серийных убийц, например. Вот. Просто посмотрите. Я думаю, вы сами все поймете. Вот. На этом все. Я надеюсь, что помог вам. Если понравился мой ответ, буду благодарен за его оценку в качестве лучшего. Я желаю вам всего самого доброго и удачи.